Западная пресса уже пестрит заголовками об уникальном ядерном оружии русских. Особо подчеркивается, что она способна преодолеть американскую систему ПРО. Речь Владимира Путина о военных новинках многие эксперты посчитали ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад. Затем, как на новости из Москвы отреагировали в Америке, следит Алексей Веселовский. Он выходит с нами на прямую связь. Алексей, ну есть уже какие-то официальные заявления из Вашингтона? Или там пока переваривают все увиденное и услышанное? Пока, очевидно, переваривают, потому что никаких официальных заявлений до сих пор нет. Какие-то комментарии, возможно, будут позже. Но новость, безусловно, наделала много шума, если не сказать, повергла американцев в шок. Разумеется, слова Путина о новом российском оружии, которое неуязвимо для современных западных систем противоракетной обороны. Это главная новость в Америке. Американский твиттер бурлит, обсуждая сказанные президентом России. Американские телеканалы начинают свои выпуски новостей с этого. Тема ядерного противостояния с Россией, конечно, беспокоит американцев. Ну и реагируют они, что понятно, негативно. Вот, например, телеканал ABC. Он называет речь Путина демонстрацией силы и делает вывод, что это начало нового витка соперничества в области модернизации ядерного оружия. То есть новый этап гонки вооружений. Ошеломляющее объявление от Владимира Путина, агрессивное и вызывающее заявление о новых российских ядерных возможностях. Президент Трамп тоже заявлял о модернизации американского ядерного оружия. Так что, думаю, добро пожаловать в ядерную гонку вооружений 21 века. Московский корреспондент CNN отмечает, что речь Путина... Путин говорил о новом устрашающем арсенале, который позволит ему дотянуться до любой точки мира. А целью заявления, по мнению журналиста, было дать понять американцам, что с Россией лучше не связываться. Ну и также продемонстрировать патриотический... Поднять патриотический дух среди россиян. Путин также говорил о подводных дронах, которые могут нести на себе ядерный заряд и других невероятных видов военных технологий, которые, очевидно, должны были пробудить патриотизм в сердцах тех, кто смотрел речь. Ну и вот еще немного из американской прессы. Агентство Bloomberg в заголовке к материалу о выступлении российского президента пишет «Путин бравирует новым ядерным оружием и призывает Запад слушать, а столичная Вашингтон-Пост отмечает, что слова Путина – это ответ Западу на недавнее объявление администрации Трампа о планах по разработке нового ядерного оружия. И, как вы, Валу, и сказали уже, действительно, в общем, многие издания отмечают, что именно изменившаяся американская ядерная доктрина, в которой впервые прописана возможность отвечать ядерным ударом на атаку неядерным оружием, а также слова Трампа, заявления Трампа о разработке нового ядерного оружия американцами. Во многом вот эта доктрина американская и подвигла российского президента сделать вот подобные заявления сегодня. Ну, я повторюсь, что они уже наделали много шума в Америке. Наверняка будут еще их долго и много обсуждать. Дальше будем ждать какой-то официальной реакции. Коллеги. Да, Алексей, готовьтесь. Думаю, что в ближайшие часы оживятся и Пентагон, и Белый дом, и Государственный департамент. Журналисты, как обычно, оказываются быстрее в такой ситуации. Я заметила, что все сообщения шли с пометкой Breaking You, значит, срочные новости. Алексей Веселовский из США. Первая реакция на выступление Владимира Путина.